здравствуйте добро пожаловать в петербург добро пожаловать в чил добро пожаловать в артем дмитриев продакшн меня зовут артем дмитриев наконец-таки мне удалось сделать то что я давно так хотела именно настроить звук и свет у программы чил появляется не только голос но и конкретно лицо конечно позволяет нам общаться абсолютно на разные темы я призываю вас оставлять комментарии под этим видео или в группе вконтакте или в группе на фейсбук которая недавно организовал или на сайте chillrusha.ru любые вопросы которые вас беспокоят я буду рад на них дать ответы в следующих видео обращениях прежде чем мы перейдем к вопросам я зачитаю отзыв который я получил на сайте chillrusha.ru на программу chill пишет атаман конакбеков привет артем подписан на ваш подкаст около года ужасно все нравится главное по душе спасибо вам несколько пожеланий такие подкасты как йога и река жизни очень завораживают хотелось бы больше таких космических расширяют дух нереально река жизни сегодня как раз тот самый день когда этот подкаст как никогда необходим моим ушам безупречная подборка треков тоже надеюсь что этот подкаст не единичный жду повторений еще раз благодарю за ваше внимание и работу все будет chill атаман спасибо за ваш отзыв и вообще я говорю всем спасибо кто пишет отзывы в разных местах по поводу реки жизни и йоги и тело и души так случилось что вот я экспериментирую с этими форматами в последнее время и над сказать что мне они очень нравятся и я конечно буду продолжать так и пойду в сторону экспериментов с книгой есть мысли читать какие-то фантастические рассказы это просто некий сплав музыки и определенного умонастроения неких мыслей до которые хорошо друг на друга легли мне они очень по душе повторюсь эти выпуски я сам регулярно переслушиваю потому что по-настоящему они погружают в какой-то вообще бы какое-то потустороннее самочувствие по-настоящему успокаивают самое главное что они настраивают на какой-то такой созерцательный лад которого очень не хватает жителям больших городов на который ты можешь настроиться синхронизироваться с ней и после прослушивания который тебе станет хорошо спокойно и комфортно пишет константин чубукин сколько времени у тебя занимает поиск музыки программы ведь хронометраж программы один час а вот сколько у тебя времени занимает именно поиск музыки программа чил и и изготовление это в некотором смысле образ жизни потому что это бесконечный процесс изготовления поиска новой музыки нового изготовления но если вкратце то новые выпуски я начинаю готовить со вторника я отбираю новые песни затем сутки я их слушаю где-то в пути в дороге для того чтобы они так сказать вошли в меня что называется и поймать ту эмоцию которую каждая композиция несет затем обычно в среду а я составляю некий плейлист то есть это те песни которые я им по моим ощущениям будут звучать выпуске наиболее уместно вот конкретно на этой неделе и в соответствии с моими умонастроениями потому что для меня не последнее место вот на данном этапе развития программы занимает соединение внутренних ощущений внутренней эмоции вот с этой музыкальной составляющей вот в четверг я составляю окончательный плейлист придумываю название программы и записываю так называемые подводки и голос который я к ней начитываю записываю я передаю своему звукорежиссеру который эту программу собственно собирает в единый в единый вот этот вот часовой микс и уже вот в этом виде вы слышите программу там где вы ее слышите пишет юлия ежова темы которые ты затрагиваешь когда пишешь посты на стене реально так считаешь когда отвечаешь на комментарии ли всего лишь подливаешь масло в огонь и смотришь на все это извне просто у тебя бывают жесткие комментарии я не могу понять неужели ты такой жесткий или просто даешь людям повод задуматься была тема со следующей мыслью статистически мужчин в россии меньше то почему тогда женщины не платят за встречу с этими мужчинами ну то есть это логично есть правила и законы рынка в какой-то степени все мы находимся вот на этом брачном рынке то если того или иного товара мало то объективно цена на него должна быть выше женщины которые стинают о том что вокруг них алкоголики там импотент и мужчин вообще нету нормальных в доступе должны приплачивать мужчинам за встречу с ними вот эту вот нетривиальную мысль я выразил у себя на стене вконтакте и получил порядка трехсот комментариев тема действительно провокационная в какой-то степени она меня конечно волнует но в большей степени мне очень интересно посмотреть что поэтому вопросу думают разные люди и более всего меня удивляют насколько полярными бывают точки зрения по этому вопросу и это мне очень интересно за этим наблюдать потому что мы в общем то живем в одном обществе до люди рассуждают но абсолютно по-разному в зависимости от своего воспитания веры исповедания и иных каких-то характеристик короче говоря отвечая на ваш вопрос по поводу жестких комментариев ну что-то меня просто по-человечески бесит конкретно и поэтому я достаточно жестко отвечаю моей точки зрения вот именно четкой вы скорее всего там в моих комментариях не увидите но как минимум меня никто не спрашивал я просто выразил мысль и получил 300 комментариев